Уже несколько недель, если не месяцев, оппозиция и коалиция воюют по поводу налоговых изменений в законодательстве. Здесь и налог на сахар, и повышение необлагаемого минимума, и попытка правительства вывести трудящихся из серы налоговых схем. По мнению члена финансовой комиссии Риги Когу Михаила Стальнухина, который является одним из самых ярых защитников новых налоговых идей, нынешняя коалиция пытается изменить налоговую систему Эстонии так, чтобы только за счет введения ступенчатого налога, зарабатывающий меньше 1200 евро в месяц, получил дополнительно более 700 евро за год. Однако практически любое изменение в сфере налогообложения влечет за собой негативные отзывы. В частности, Союз пищевой промышленности был недоволен введением налога на сахар в газированных напитках. Акцизы на сахаросодержащие напитки есть в десятки стран только Европейского Союза. Кроме этого, с 1 января 2018 года аналогичные законы вводят у себя Великобритания и Ирландия. Нигде не происходит того, чтобы окончательно пропали те или иные продукты. Просто меняются привычки потребления и, во всяком случае, исследования это предполагают, у человека-потребителя появляются более здоровые привычки. Другим изменением в налоговой системе должен стать упрощенный счет налогов для предприятий. Как полагают власти, в Эстонии существует множество фирм или физических лиц, которые скрывают свои доходы. Так как они не платят налоги государству, у таких людей отсутствует медицинское и пенсионное страхование. По мнению парламентариев, есть и такие, кто не скрывает доходы, но кому сложно заниматься бухгалтерией. Поправка заключается в том, что если человеку на счет одного из эстонских банков поступает сумма до 1300 евро, то с этого берется 20%, и за счет этого он получает социальную, медицинскую и пенсионную страховку. Упрощенный счет, упрощающий жизнь человеку, который работает, но не имеет страховок, значит, если в год у него до 25 тысяч поступает на этот счет, то с этой суммы платится 20%. Если больше 25, то вот с этой суммы, которая выше 25, оттуда уже будет идти 40%. Но это обычная система, и мне это напоминает очень английскую, например, систему. Единственное, что у них суммы там покрупнее. Оппозиционеры пока отказывались давать интервью, объяснив это тем, что прибрегли аргументы для дискуссии в зале. На данный момент парламентарии по-прежнему обсуждают поправки. Станет ли черная среда черным четвергом и заработают ли предложенные коалиции законы, покажет время. По словам депутатов, даже налоги не вызовут такой дискуссии, как обсуждение Рейл Балтик, если до железнодорожного обсуждения вообще дойдут.